Вообще классно. Просто нереал. Я нашла! Вот это огонь! Ты какая молодец! Та-дам! Привет, мои хорошие! С вами Селена. И ты же. Красиво. Ты моя солнышко. А Дэнни опять в том же костюмчике. Но это не значит, что она ходит в одном и том же. Это мое любимое сочетание. Я всегда ему трусики, маечка, сочетаю. Кстати, костюмчик, потому что сейчас он был в фикс прайсе одеваю. Только вчера я его искупала и вот чистенько одела. Уже оно все грязненькое, да? Бусинка. Можете сидеть? Все красиво, да? Скажи, мама в одном и том же ходит дома все время. А тут сразу одела. У меня джинсы просто со всякими камушками. Итак, ладно, девочки, поехали! Новиночки! Фикс прайс! Смотрите, первым делом хочу показать вот эту корзину. Когда я ее увидела, я сразу подумала, что она идеально станет мне в ванну. Кто видел, что я сделала уборочку в ванне и поставила туда квадратный коробочек, он не вмещался, он весь деформировался, очень некрасиво. Я хотела туда поставить что-то узенькое. А здесь как раз-таки она даже не пластиковая корзинка, прослужит дольше. Она немного силиконовая такая, знаете, вся гнущаяся. И мне кажется, туда она идеально вот прям встанет, аккуратненько, красивенько, узенько будет смотреться. Я вам вставлю, обязательно покажу. Стоит она 199 рублей. Что за... Стоит она 199 рублей. И там еще были разные цвета, по-моему, голубенькая, розовенькая. Вот что-то такое было. Называется сумка-корзинка кружевная. Размера, к сожалению, не вижу здесь. Так, ну вот, смотрите, видите, моя корзина, которая здесь, она уже деформировалась, вот для белья. Сейчас я вставлю корзину вот эту вот и посмотрим. Боже мой, какая красота. Смотрите, она еще даже уже. Вон, места полно. Взял, вытащил, засунул обратно. Сейчас белье накидаю. Все, белье накидала. Блин, на самом деле, очень классно. Она реально вместительная, не меньше, чем вот этот короб был. А короб пригодится для другого. Я вообще довольна просто best the best. Так, еще из новинок появились. Давайте сразу вытащу. Это вот такие вот, ну, как вы знаете, для своего второго канала, хотя уже что-то я давно там не тестила всякие продукты. Как это называется? Повязки, желтая мой цвет и цвет морской волны. Мне кажется, очень красивые, поэтому я их взяла по 77 рублей. Короче, я не знаю, у меня какой-то фетиш на эти повязки. У меня просто повязок, невероятное количество, но цвета морской волны у меня нет. И для меня это не просто, знаете, волосы чем-нибудь заколоть. Нет, это же образ, это красиво. И, кстати, мне приходит домашний халатик, вот костюмчик в Фаберлике я заказывала, я еще один заказала, вот такого цвета морской волны. И как раз я буду, когда в нем, я буду даже снимать видео в таком образе домашнем. Просто смотрите, какой цвет красивый. Просто не реал. Unreal. Что за это? Спать, да? Мама с него снимает, а ты спать решил. И желтенький цыпленочек, у меня тоже есть что-нибудь желтенькое, а вот желтого еще нет. Тоже вот так, очень красиво мне подойдет. Устроил тут беспредел и убежал, главное. Так, ладно, все, повязочки по 77 рублей, отлично. Вот, кстати, я не шучу, когда говорю, что их много, видите? Вот здесь их много. Вот они. Я не знаю, сколько их тут штук. 10, может. И еще вот здесь вот. И еще вот добавились. Полно. Смотрите еще что. Вот такая корзинка. Тоже мне показалось, она будет очень удобная. Вообще огромная. Я не знаю, тут размеры не написаны, но она прям большая. Ну, то есть для грязного белья вообще шикарно. Магнолия Хоум тут написано. Шикарно. Короче, вот такая штучка, 99 рублей, она очень удобна, знаете, для, допустим, каких-то, может быть, средств очищения, да, или просто для хранения. Удобно, что если ты хочешь под ней вытереть пыль, ты просто взяла вот так за ручку, подняла все, вытерла пыль, да, и все. А здесь все хранится. Не надо каждую, там, пусть им, вытаскивать, чтобы под ней помыть пыль. Постаралась. Во-первых, она беленькая. В одной у нас вот так вот большое пространство. Здесь можно там тряпочки положить, что-то такое. Я тоже сейчас положу, решу, куда поставлю, и вам обязательно покажу. Но мне показалась вот эта штука прям классная. И цвета тоже разные, по-моему, там были. Не помню. Вот. Ну, корзины точно цвета разные были. В общем, вот так здесь поставила, наверх вытерла, сейчас убрала, здесь был полный разгром, а теперь, как бы, я знаю, да, что в этом отсеке у меня стоит это, в этом это, и вот торикная бумага здесь сбоку. Ну, удобно. А если захочу, это можно перенести вот так вот, просто вытащила и перенесла, куда хочу, освободила место. Вот. Классная штука. Так, поехали дальше. Посмотрите. Я нашла. Я нашла. Я увидела. Вот такие новинки. Это влажная туалетная бумага. Удаляет больше бактерий, чем просто сухая туалетная бумага. Интересно, удаляет ли она больше, чем просто влажные салфетки? Без добавления спирта красители подходят для чувствительной кожи. 42 штучки. Ну, я взяла сразу две, потому что, честно говоря, я ребенку использую влажные, да, в салфетке. Ой, она смываемая и биоразлагаемая. Бумага не содержит пластик. Вот это огонь! А я это даже не прочитала. Класс. Я, кстати, может быть, кто-то видел в моих видео, я сейчас стараюсь покупать биоразлагаемые пакеты, если они где-то продаются, да, либо стараюсь ходить со своей сумкой и по самому минимуму брать эти пластиковые пакеты, да. И в фикс-прайсе есть эти биоразлагаемые пакеты. И на самом деле я ими все время пользовалась. Вот это они! Помните? Цветные, ягодки и так далее. Вот они! Биоразлагаемые написано. Я ими пользуюсь! Я какая молодец, да? Вот. И, конечно, вот в ленте продаются биоразлагаемые пакеты, а в фикс-прайсе нет. Я у них спрашиваю, у них, по-моему, ну, только такие. К сожалению, ну, если я вот, допустим, да, я взяла один пакетик, взяла корзину, по максимуму в корзину положила, да, там, что можно, чтобы не брать лишний раз пакеты. Но мне нужно было взять пакет, поэтому я его взяла. Короче, туалетная бумага, которая смывается в унитазе, биоразлагаемая, классно все, делаем плюс в природе. Пакеты для мусора тоже биоразлагаемые. Молодец! Так, вкусняшку вот такую взяла, воздушные лакомства. Их тут 4 или 5 штучек. Мы попробуем это в конце. У меня как раз детишки и Любашка в гостях. С ними вместе попробуем. Еще взяла вот такие салфеточки детокс. Нас теперь намного больше в квартире. Салфетки уходят обоих 4 раза больше, поэтому влажных салфеток, как говорится, много не бывает, да? Еще из продуктов, смотрите, полезные продукты появились вот такие, номер один. Это чеснок измельченный, сушеный. И еще имбирь сушеный тоже есть, по 50 рублей, по-моему, стоило. И пакет, смотрите, он, короче, из крафта сделан. И еще, если мы здесь вот так отрежем, то здесь хранится. Ну, плотно запаковывается и хранится. Обладает пикантным вкусом, ароматом, рекомендуется для использования кулинарной. Ри, для приготовления различных блюд, содержит витамин группы В, минералы, калий, марганец, фосфор, селен, то есть меня имеет. А также эфирные масла с фитонцидами. С фитонцидами. Да, все правильно прочитала. Срок годности 20 месяцев хранится с даты изготовления. Ну, короче, у меня есть вообще-то свежий чеснок, но иногда бывает, что он, знаете, в какое-то место его положит, он там пропадает. И, конечно, всегда хорошо. Все? Ты, Клюша, уснула? Хорошо всегда, когда есть чесночок. Но имбирь я не очень люблю, поэтому я не стала его брать. Еще мы же с детьми были, с Любой, и Маркус говорит, что это, я говорю, да давай возьмем, да попробуем. Смотрите, какой красивый. Там эти, чья, да, напиток безалкогольный, негазированный, пастеризованный, с семенами базилика, вкус манго. А, это семена базилика там. Ну, короче, вот, надо попробовать, тоже сейчас в конце попробуем, все вместе я налью, там, да, у всех спросим, что, как вкусно нет. Дальше, я решила взять пилочку, вот такую вот. Давайте ее откроем. Вот, вытаскиваю я нашу пилочку, она одинаковая с двух сторон, абразив одинаковый, ну, достаточно жесткий, пилит хорошо. У меня много пилок, на самом деле, но они все-таки уже поиспорчены, то залилось маслом, чего-нибудь, то еще что-то. Ну, короче, я уже пора их как-то сменить, ну, достаточно, как бы, жестко, все пилит очень быстро, так что ей нужно даже аккуратно, особенно пока свежая, можно ручки даже поранить, поэтому аккуратно. Все, пилка мне понравилась, пилкой довольна. Еще я взяла трусики нашим малышам, так как я люблю покупать трусики Деньки, да, я купила вот ему вот такие, по 55 рублей, хлопок, прекрасно ходит, они быстро там раз-раз изнашиваются, я покупаю новенькие, да, классные. И купила Маркусу еще тоже двое трусиков, вот, хочу, чтобы прям свободненько было, чтобы дышало у них там все. Люба никогда еще не покупала в фикс-прайсе трусы, говорю, давай попробую, я решила взять, и вот, померят, надеюсь, они будут хороши, а то она берет, а ему все время все лаптяжку, такая, чтобы было что-нибудь свободно, чтобы все дышало. В общем, вот такие трусики по 55 рублей взяла, и еще, еще, кофточка, которая на мне, вы думаете, что это? А это фикс-прайс, да, офигенная кофточка, жилеточка такая, удивительно, что я взяла 48, внимание, девочки, размер 48, и он на мне прекрасно сидит, да, сейчас я покажу, покручусь еще. Я прям люблю, чтобы было свободненько, единственное, что это жилеточка белая, вот я ее взяла, и, по-моему, она сама по себе смотрится, да, то есть я не знаю, если сверху ее чего-то одевать, то сверху чего? Какой-то темный водолазки, да, или какой-то бежевый водолазки, не знаю, наверное, вот она сама по себе, но вообще можно брать немножко оверсайз, да, побольше размер, допустим, темную какую-то серую, да, и одевать ее сверху рубашки, поэтому здесь 70% вискозы и 30% полиэстер, стоит она 199 рублей, у нее вообще нейтральный такой рисуночек, но она реально базовая, классная, единственное, что не было там бежевых, я бы бежевые взяла, а вот там были белые, голубые, розовые, зелененькие, по-моему, были, еще одна нейтральная, серая, и по-моему, даже были черные, возможно, я даже еще что-нибудь возьму, потому что за 199 рублей, по-моему, это супер-пупер идеал, все, мои хорошие, я показала вам все, да, сейчас мы будем пробовать, значит, вот этот напиток и вот эти вкусняшки, а, еще батарейки взяла, ну батарейки, ладно, все это там показывает, решила сейчас сначала вкусняшку попробовать сама и напиток сама, потом дадим деткам и попробуем. Слушайте, это внутри мой любимый воздушный рис, вот этот вот, а сверху какая-то нуга и как Рафаэлла, короче, как Рафаэлла, только внутри воздушный рис, прикольно. И давайте попробуем вот-то напиток. Ой, вкусный напиток, вот как я люблю, знаете, беру иногда там в маркетах со всякими штуками такими, мне нравится. Сейчас у детей спросим. Кисенька, попробуй вот напиточек такой, ну-ка, глотни. Попробуй, понравится? Нет? Ты прям не хочешь сразу наотрез, да? Ладно. Денечка, а конфетку вот такую, Кись? Конфетку вот такую, на, попробуй. Это конфетка? Нет. Тоже нет, ладно. Так, а вот я пришла, значит, к Любе и Марку посмотри, что будем пробовать, Маркусита. Люба, кстати, монтирует видео, уже второе видео делает на канал, ссылку на ее канал я оставлю под видео, а пока мы будем пробовать. Давай, Маркусит, давай, глотни, скажи тебе, вкусно как? Нет. Это же ты взял. А что он взял? Вкусняшка, а я, кстати, попробовала. Давай, Люба, попробуй. грязь. Это грязь очень. Грязь? Вообще-то ты взял вот это и сказал, смотри, Селена, вот что это? Он на самом деле к таким иногда вещам брезгливый. Так он сам выбрал, я взяла. Да, ты же сам выбрал. Ладно, ну в конфетку попробуй хоть. Конфетку? Ой, как конфетку? Доставай. Доставай конфетку. Ну мы же были вместе в Фикс Прайсе, пробуй. Скажешь, вкусно или нет? Да. Ты будешь пробовать? Да, в чем? Я уже попробовала, сказала, как мне. А, ты же сладкое вообще не любишь. Вкусное, но я же не люблю это. Мюсли это. Не мюсли, там воздушный рис. Что, нравится тебе? Ты будешь кушать? Мне нравится, вкусно сладенько. Все, Маркуша съест все. В Фикс Прайсе сейчас очень много всяких новинок, аж прям не успеваю. Захожу просто так, знаете, там что-нибудь взять или посмотреть. Смотрю новинок куча и давай снимать видосы, понимаете? Так что, Фикс Прайс, можно сказать, завалила. Вот, всем покупочками я очень довольна. С вас лайк, подписка и прощаюсь до следующего видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...